Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Наконец-таки у нас появляется что-то интересное. Это видеоролик, который посвящен ближайшим скидкам, рассказам о них, о ближайшем празднике вообще, который у нас будет в игре. Это День Танкиста. Я уверен, что многие ждали вообще данного видеоролика и хотели бы узнать мнение о том, какие вообще скидки будут, что у нас вообще будет в игре. Потому что раньше на постоянной основе, практически всегда, когда были какие-то более масштабные праздники, ивенты в игре, освещал данную позицию и сейчас также решил записать на данную тему видеоролик. Сегодня пробежимся по всему тому, что у нас будет в игре в ближайшее время, к Дню Танкиста, да, что у нас будет там по скидочкам. Я выскажу свою точку зрения, вы в комментариях, в свою очередь, я думаю, что сможете написать то, что вы думаете по этому поводу, согласны ли вы с моей точки зрения. Возможно, у вас есть какая-то своя позиция на этот счет, и вы ее тоже выскажите, и мы вместе узнаем, что же нас будет ждать на День Танкиста в Танках онлайн. В последнее время у нас довольно большое количество вообще всяких разных скидок в игре происходит. Появляются бомбические какие-то ивенты, акции, постоянно повышенные фонды, опыт в игре, да, кто хочет, тот зарабатывает довольно большое количество кристаллов. Все же понимают, что не такое большое количество легенд у нас сейчас вообще в принципе играет. И в матчмейкинге большой баланс средних званий имеется все-таки у нас в игре, и понятное дело, что большое количество ребят концентрирует свое внимание на матчмейкинге и зарабатывании кристаллов в данном формате, можно так сказать. Ну и День Танкиста, я думаю, что не будет исключением. Это тоже ивент и вообще праздник, на который в игре, я думаю, что будет хороший фонд. Да, икс четверочка нас точно ждет. Это не сказать, что что-то сверхудивительное, но все-таки если там сделать разработчики у нас, например, недельку их четверных фондов, для тех ребят, которые формят кристаллы в матчмейкинге, я думаю, что это будет отличным бонусом и плюсом. За это время ребята смогут нормально подзаработать, да и я в том числе, потому что в последнее время выкачиваю дроны без ускорений и кристаллы довольно быстро у меня уходят, поэтому я сам тоже буду катать в матчмейкинге и дополнительно фармить кристаллы. Что касаемо скидок, то здесь я думаю, что все будет по дефолту. 50% скидки должны нас порадовать на весь гараж. Все-таки это, наверное, один из самых важных и интересных праздников в игре вообще в принципе, да. Если не считать Новый год и День рождения ТО, то День танкиста это, наверное, третий по значимости вообще праздник у нас в игре. И я думаю, что в честь данного события в игре обязаны быть скидки в виде 50% и, соответственно, можно будет прикупить что-то новое, интересное. Я думаю, что в свою очередь тоже прикуплю определенное количество нарочки, дабы у меня уже точно не было никаких сомнений и определенных моментов, что я буду там задумываться о том, что мне там может не хватит нарки, мне стоит ее прикупить там или еще что-то. Я точно буду уверен в том, что нарочка у меня будет и, соответственно, об этом мне задумываться точно не стоит. Если уж могли бы быть какие-то у меня там вопросы к другим каким-то моментам по скидкам, то что касаемо полной, да, скидки на День танкиста, то здесь все дефолтно и я даже не думаю, что разработчики там не сделают 50-очку, да, думать о каких-то 30% в наше время, когда у нас уже, уже в игре нестабильный онлайн, нестабильные вообще переходы с клиентами, да, и все как-то ухудшается, то здесь как бы разработчики точно не должны ничего терять и 50% скидки обязаны у нас быть. Что касаемо всяких там спецпредложений, спецпаков и прочих там вещей за донаты, я думаю, что на это тоже будут скидки, будут скидки и на магазин, но, как вы знаете, я как бы не совсем позитивно отношусь к всей этой темочке, поэтому я думаю, что про это я в принципе и рассказывать ничего не буду. Определенно какие-то спецпаки в игре у нас будут, посвященные данному празднику, но что там именно будет, там уже сами как бы почекайте, я думаю, что для тех ребят, которые вкладывают денежку в игру, возможно, будет что-то интересное, но это явно не те вещи, которые меня интересуют. Что касаемо, друзья, голдов, это, наверное, одно из самых интересных моментов для многих, будут ли вообще у нас голды, я смею предположить, что голды у нас будут. Какие будут голды, я, честно говоря, не знаю. Скорее всего, это будут обычные тысячные голды с повышенной частотой выпадения. Возможно, это будет пару-тройку дней, это может быть для кого-то не так много, для кого-то, и этого будет достаточно, да, если, например, у нас с пятницы, с пятницы сделают по воскресенье повышенные фонды, то я думаю, что это будет очень даже неплохо, и я в том числе, при нормальной карте, да, все вы знаете, что в последнее время на определенной карте увеличу шанс выпадения золотых ящиков, и это будет также ДМ-режим. Я тоже буду катать, я буду тоже дополнительно фармить, и возможно, возможно, получать какие-то дополнительные эмоции. Все-таки голды бывают очень интересные, да, бывают интересные акции, связанные с ними. Не сказать, что всегда карты хорошие, но будем надеяться, что на данный праздник, на День конкиста, в игре у нас будет много чего интересного в этом плане. Что касаемо, друзья, всего ивента я, наверное, уже рассказал, что тут еще можно было бы добавить. Фонды, голды, скидки, супермиссии, да, будет что-то тоже связанное с ними, но я в последнее время, честно говоря, разочаровался в супермиссиях. Я уже, получается, выполнил две пачки последних супермиссий, это в сумме где-то около 10 заданий, которые были не такие простые. Получил в сумме порядка 20 ультраконтейнеров, но с них ничего хорошего не выбил. Поэтому определенно что-то будет, по призам я вообще не знаю, буду надеяться на то, что что-то будет годное, даже если это будет ультраконтейнеры, я буду, если уж и выполнять, то надеяться на то, что я хотя бы что-то с них выбью. Потому что в последнее время, как я уже сказал, мне особо в этом плане не везет, не фартит. Но это один, наверное, из приятных моментов для тех ребят, которые играют на постоянной основе в игре, в игру вообще, в принципе, да. Я не учитываю тех ребят, которые, например, заходят там на часик, да, в игру, там, и не советую им выполнять и вообще гнаться за этими заданиями. Но для тех ребят, которые играют там на постоянной основе какой-то длительный промежуток времени в игру, каждый день я советую выполнить их, заработать дополнительные какие-то бонусы и, возможно, что-то интересное также выбить. Не всегда, конечно, у меня даже самого получается что-то интересное выбивать, но если мне там, не знаю, какое-нибудь устройство, может быть, дропнет на корпус, я определенно буду в этом плане доволен и рад. Это, наверное, все, что может быть у нас вообще, в принципе, на День танкиста. Я даже не знаю, что здесь можно было бы добавить. Походу, по всем моментам я уже прошелся. Напишите вообще в комментариях, друзья, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по празднику, согласны ли вы с моей точкой зрения, что будет у нас вообще в игре. Ну и я вам скажу, наверное, один из самых важных моментов данного видоса, это то, что вы сами знаете, кто там смотрит видосы на постоянной основе, что видосы у нас пока что, пока что до данного моментика. Не выходили в последнее время на постоянной основе? Я думаю, что мы вернемся. Постараюсь вернуться в этот замечательный график и хотя бы ежедневно выкладывать по одному видеоролику. Надеюсь, что у меня это получится. Ну и если вам этого тоже хотелось до этого, например, видеть, вы хотели смотреть ежедневно видосы, поддержите видос лайком, мне будет очень приятно. Подпишитесь на канал, будет вообще вдвойне приятней. С вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok